Новые возможности современной медицины. Что есть на вооружении? Что уже работает и спасает жизни ивановцев? Выставка «Медицина и здоровье-2015» открылась в пятницу в областном центре. Больницы, санатории, лечебно-диагностические центры презентовали лучшие наработки. Городская клиническая больница номер 7 внедряет в работу информационные технологии. Врача на дом можно вызвать через интернет. Насколько работоспособна новая система, собираются оценить во время ближайшей эпидемии, когда телефоны регистратора будут заняты. Достаточно зайти на наш сайт 7гкб.ру, нажать на ссылку «Вызвать врача на дом», где заполнить форму, и эта заявка в режиме реального времени отправляется к нам в поликлинику, мы ее регистрируем, и в обратной форме пациент получает информацию о том, когда к нему придет врач. А лучше вообще не болеть. Департамент здравоохранения взял курс на профилактику. В этом направлении особо активно работают кардиологические и онкологические диспансеры. Основа сегодня – это профилактическая нацеленность, это здоровый образ жизни, это профилактика различных вредных привычек, таких, как было сказано в одном из последних заседаний правительства, различных суррогатных употреблений. Поэтому в здоровом теле – здоровый дух. Для профилактики СПИДа зачастую достаточно быть просто верным своему половому партнеру. Профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы – это целый комплекс, подразумевающий здоровые привычки, контроль давления и холестерина. Мало кто съедает в день 400 грамм овощей, это если не брать картофель. То есть картофель не считается вот здесь овощем, который способствует здоровому питанию. Ну и чрезмерное употребление алкоголя. И в принципе, если мы решим проблему давления, холестерина и курения, то мы предотвратим 75% преждевременных смертей. На выставке можно было измерить давление, проверить уровень сахара в крови, угоститься кислородным коктейлем и даже научиться скандинавской ходьбе. Мастер-класс для всех желающих проводил кардиодиспансер. Для пациентов их учреждение – это один из способов физической реабилитации после инфаркта или операции на сердце. Для людей здоровых скандинавская ходьба – прекрасная возможность разнообразить свою физическую активность.